Ульяновская правда Екатерина Владимировна Буцкая и спикер Ольга Владимировна Киселева, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономический анализ и государственное управление Ульяновского государственного университета. Екатерина Владимировна, вам первый вопрос. Вам без сомнений вновь губернатор доверил областную казну. Легко ли вам на своих плечах нести такой груз ответственности? Конечно, очень тяжело в целом нести ответственность за всю область. Мы понимаем, что Министерство финансов занимается и формированием бюджета, и исполнением бюджета, это и качественное исполнение всех наших социальных обязательств перед населением, это и своевременное финансирование всех государственных услуг для населения. Конечно же, в целом бюджет это главный финансовый документ, который и лежит в основе развития экономики региона. Поэтому ответственность очень большая. Конечно же, спасибо огромное за доверие Сергею Ивановичу. И мне хотелось бы сказать, что особенно мне помогает мой профессиональный коллектив, коллектив Министерства финансов, который помогает в целом во всех вопросах, связанных с бюджетным процессом. И вот именно надеясь на свой коллектив, вот с такой поддержкой, я чувствую, что в принципе мы справляемся со своими задачами. И кроме того, определенные задачи ставим на перспективу. Мы не стоим на месте, и Сергей Иванович всегда постоянно дает такой вот нам запал, чтобы мы двигались вперед всем органам исполнительной власти. И мы всегда стремимся к тому, чтобы среди всех субъектов мы всегда в чем-то отличались, в чем-то были на передовых позициях. И даже сегодня мы должны отметить, что вот по доходной части мы на передовых позициях находимся и занимаем первое место в ПФО по вовлечению доходной части бюджета. Только по итогам 9 месяцев мы получили 7,2 млрд плюс к прошлому году. И по всем другим направлениям стараемся и стремимся идти вперед. Но опять-таки хотела подчеркнуть, что без профессионального коллектива Министерства финансов одной мне бы это, конечно, не удалось. А вот именно вместе и с такой большой командой правительства, тоже очень профессиональной, мы справляемся с теми задачами, которые на сегодняшний день у нас есть. Спасибо огромное. Ольга Владимировна, как Вы считаете, правильно, что региональная казна остается в женских руках? Да, я считаю, что это правильно. Действительно, несмотря на то, что, может быть, управлять, вот это традиционно считается не женским делом, но самое ценное, самое дорогое. Мы всегда доверяем женщинам. И я думаю, что мы должны быть спокойны, что доходы будут расти, а расходы будут производиться рационально, эффективно, грамотно. Поэтому я думаю, что это правильное решение. Екатерина Владимировна показала свой профессионализм. Те достижения, которые имеются на сегодняшний день в области финансов, действительно подчеркивают этот профессионализм. И я думаю, что такая тенденция будет и в будущем. Екатерина Владимировна, 2016 год уже подходит к концу. Как на сегодня реализуется бюджет этого года? Вот только буквально 7 ноября мы подвели итоги 9 месяцев на правительстве и посмотрели, что те задачи, которые мы ставили действительно на финансовый год, уже по итогам 9 месяцев мы выполняем. Вот как я уже озвучила ранее, мы действительно достигли больших успехов в доходной части бюджета. В целом было собрано по итогам 9 месяцев налоговых и неналоговых 27 миллиардов рублей. И озвучивала, что уже плюсом 7,2 миллиарда. Хотелось бы отметить, что получена безвозмездная помощь 6,8 миллиарда рублей. То есть в целом мы по итогам 9 месяцев собрали доходных источников более 34 миллиарда рублей. Также были выполнены все социальные обязательства перед населением, были своевременно профинансированы все наши социальные отрасли. В целом расходы составили 35 миллиардов. И нужно сказать, что по итогам 9 месяцев дефицит сложился в сумме миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот дефицит меньше на 4 миллиарда рублей. То есть если в прошлом году дефицит по итогам 9 месяцев составлял 5 миллиардов, то сейчас мы проделали огромную работу. Мы смогли погасить 8 миллиардов 300 наших кредитов, как коммерческих кредитов, так и бюджетных кредитов. И, соответственно, снизить долговую нагрузку с 24 миллиардов на 1 января 2016 года. По итогам 9 месяцев мы уже 23 миллиарда, то есть снизили на миллиард и нашу долговую нагрузку. И, соответственно, конечно, проводили большую работу и по финансированию нашего реального сектора экономики. То есть кроме социальных отраслей мы смогли направить 5 миллиардов, это на наш реальный сектор экономики. Также по итогам 9 месяцев мы проводили изменения в бюджет. Мы, в связи с тем, что получили дополнительные доходные источники, порядка более 4,2 миллиарда были проведены и скорректирован план по доходам. И, соответственно, данные средства были направлены как на реализацию указа президента по повышению заработной платы в муниципальное образование 1,365 миллионов, так и на социальные выплаты дополнительно 1,328 миллиона было направлено. Плюсом были направлены средства на дороги 210 миллионов, на сельское хозяйство также порядка более 200 миллионов, и на переселение граждан из ветхого аварийного жилья 85 миллионов рублей. Мы сейчас рассматриваем, что до конца этого года, я думаю, что последние изменения у нас, наверное, пройдут где-то 14 декабря. С учетом того, что мы ожидаем все-таки еще сумму плюсом по доходам, уже сейчас по итогам 10 месяцев мы видим, что такая тенденция наметилась. И проанализируем мы уже после 15 ноября, и на 14 декабря вынесем еще последнюю корректировку изменения в бюджет в этом году по увеличению доходов и, соответственно, по направлению тех первоочередных расходов, которые еще на сегодняшний день имеются дефицит, и в муниципальное образование, и, соответственно, наши областные учреждения, там, где мы непосредственно видим, что до конца года где-то полностью не до конца закрытое обязательство. И, соответственно, данные изменения мы надеемся вынести на 14 декабря, чтобы все-таки мы сейчас видим, что уже нам на сегодняшний день год закрывать не страшно. Мы надеемся, что все будет хорошо, потому что с тем финансиром, который на сегодняшний день мы получаем, я думаю, что никаких срывов до конца года быть у нас не должно. Мы надеемся завершить год удачно. Ну, сейчас формируется и новый бюджет на 2017-й и плановый период 2018-19-го годов. Он принят в первом чтении. Вот какая работа проходит с главным финансовым документом сегодня? Работа проходит очень тесно именно с депутатским корпусом. У нас на сегодняшний день все наши органы исполнительной власти совместно, конечно, с Министерством финансов. Мы участвуем в комитетах. Непосредственно у нас проходит и социальный комитет, и комитет по ЖКХ и транспорту. Значит, завтра в 9.30 у нас будет комитет по бюджету. Соответственно, очень тесная работа с депутатами. Причем, нужно сказать спасибо огромное депутатскому корпусу, что действительно вникают мероприятия по каждой отрасли. Действительно вникают, насколько эффективно запланированы эти мероприятия, насколько действительно те ассигнования, которые мы предусмотрели на 2017-й год, они эффективно будут израсходны. Потому что мы знаем, что у нас все-таки расходы предусмотрены в программном формате. И в программном формате мы видим, каких целевых индикаторов планирует достичь то или иное министерство, то или та или иная отрасль на 2017-й год и плановый период. И в связи с этим, конечно, депутатский корпус очень четко отслеживает, рассматривает, какие есть риски, что действительно большим плюсом идет на 2017-й год, и как отрасль видит свою перспективу на 2017-й год и плановый период. Именно перспективы своего развития в дальнейшем, и чего мы хотим достичь к 2019-му году, то есть уже к началу 2020-го года. Работа такая будет вестись, вот буквально эта неделя очень интенсивно идет. Каждый день у нас идут комитеты. И уже непосредственно 16 ноября у нас планируется принятие бюджета во втором чтении в законодательном собрании Мульяновской области. И я думаю, что как раз-таки до 16 ноября вот такая работа, активная с депутатским корпусом. А в отраслевых министерствах со своими экспертными советами, они тоже сейчас проводят большую работу, где рассматривают свои бюджеты в своих отраслевых экспертных советах. Это тоже очень важно. И важно в целом обсуждение и с населением, потому что мы говорили о том, что у нас на сайте размещен этот бюджет, наш проект бюджета для граждан в доступной форме. И на сегодняшний день приходят определенные предложения от населения. То есть опять-таки мы в таком вот диалоговом режиме общаемся. Буквально завтра мы будем говорить и на радио, и об итогах 9 месяцев, и вот о втором чтении бюджета. То есть вот такая сейчас работа, она ведется очень активно. Буквально вчера на всех уровнях. Буквально вчера я участвовала в парламентских случаях, в Советы Федерации по федеральному бюджету на 2017 год и плановый период. И вот наш областной бюджет, такое активное обсуждение. Ну и вы слышали, что уже прошли публичные слушания и в городском бюджете. Также в муниципальных образованиях они все должны представить свои бюджеты до 15 ноября, тоже в свои представительные органы, и соответственно провести вот такие публичные слушания. То есть работа ведется очень активно. Мы надеемся, что бюджет во втором чтении будет рассмотрен и утвержден депутатами. Спасибо. Ольга Владимировна, вот вы как ученый-экономист, как член общественного совета Министерства финансов, вот что вы можете сказать об областном бюджете на 2017 год? Верно ли идет распределение средств в отраслях? Ну да, значит, это очень важный вопрос, поскольку, как правильно вот сказала Екатерина Владимировна, очень много идет обсуждений по поводу расходной части бюджета. И каждый комитет желает как можно больше средств получить именно на свои нужды, на реализацию своих программ. Но все-таки и очень важно оценить эффективность расходования этих средств. И эта работа ведется, программы оцениваются, обсуждаются, и бюджет Ульяновской области на 2017 год сформирован именно по программному принципу. На 2017 год планируется реализовать 18 государственных программ Ульяновской области. Если их так охарактеризовать, то их можно сгруппировать в три группы. Вот самая основная большая группа, включающая 8 государственных программ, она ее можно назвать как новое качество жизни. И расходы по этим программам будут направлены на развитие социальной сферы, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, образование, охрана общественного порядка. И расходы будут составлять более 70% всех расходов бюджета. То есть значительная часть расходов бюджета будет направлена на повышение действительно нашего с вами качества жизни. Поэтому мы говорим бюджет социально ориентированный. И это правильно. Конечно, и реальный сектор экономики не остается без внимания. Вот следующая такая группа, которая включает в себя 5 государственных программ, ее можно назвать инновационное развитие и модернизация экономики. Средства, которые будут выделены в рамках этих программ, будут направлены на поддержание и развитие эмиссионного климата Ульяновской области, на строительство, на развитие сельского хозяйства, транспортной системы. Конечно, экономика нуждается в финансах, в государственных средствах. Но я хочу сказать, как ученый-экономист, вот есть такая замечательная поговорка. Если вы хотите накормить нуждающую, дайте ему удочку, да, и пусть он ловит рыбу сам. Конечно, все ждут денег, но правительство Ульяновской области, на мой взгляд, делает достаточно много других и вообще предпринимает много других мер для стимулирования экономики. Например, налоговые льготы и различного стимулирования инвестиционной активности, привлечения инвесторов, которые имеют реальные следствия, реальные результаты. Поэтому, в общем-то, экономика, ну так скажем, нуждается в средствах, но не в прямых влияниях. И все-таки пять государственных программ предусмотрены для этого. И третья группа, пять, включает также в себя пять государственных программ. Она называется «Эффективный регион». Средства будут направлены на развитие гражданского общества, информационного общества, опять же, повышение эффективности государственного управления. Поэтому, на мой взгляд, распределение средств является оправданным, бюджет нашей области является социально ориентированным, но и все-таки мы не забываем об экономическом развитии. Спасибо. Спасибо. Екатерина Владимировна, будут ли внесены существенные поправки в бюджеты уже во втором четении на 2017 год? Ну, на сегодняшний день таких поправок не возникало. Обычно эти поправки готовятся по инициативе депутатов ко второму чтению, либо это может быть по инициативе самого правительства. Пока на сегодняшний день, согласно нашего закона об особенностях бюджетного процесса, в течение двух недель после первого чтения должны были эти поправки прийти. На сегодняшний день поправок не поступало. Есть определенные рекомендации, и мы надеемся, что уже вот такие поправки, такие изменения мы уже сделаем в феврале. В связи с чем? В связи с тем, что окончательно деньги федерального бюджета будут известны только в декабре. И для того, чтобы нам уже качественно подойти к бюджету, мы уже, зная окончательно цифры, предусмотренные нам в федеральном бюджете, сможем выйти в январе, подготовить изменения в бюджет и, соответственно, предусмотреть те дополнительные предложения, которые сейчас возникают в комитетах, где-то рассмотреть, возможно, перераспределение уже каких-то источников, если такое есть желание что-то перераспределить. Мы всегда традиционно это делаем в феврале месяце, а вот основная часть, та, что уже сейчас сформирована для того, чтобы безболезненно начать год, начать финансирование с января месяца, я думаю, что сейчас вот у нас как бы в полном объеме бюджет сформирован, а дополнительные средства мы всегда сможем внести изменениями и, естественно, рассмотреть, насколько эффективно и куда их направить. Отрасли тоже определят сами с участием депутатов обязательно. И я думаю, что вот такая работа будет проведена в феврале месяца 2017 года. Спасибо, Екатерина Владимировна, Ольга Владимировна. Вам спасибо. Мы рады, что Вы пришли к нам в студию. Ждем Вас в следующий раз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.